8 часов и 17 минут в Ванкувере. Продолжаем наш утренний кофе на Радио Вера на волне 96.1 FM в Ванкувере. Сегодня в студии я, Денис Манварк. К нам присоединяется моя коллега Александра Герсон. Наш сегодняшний утренний гость, журналист из Украины Роман Цымбалюк. Саша, привет, доброе утро. Роман, рады видеть вас в здравии, в полном. Надеюсь, у вас все в порядке, у вас и у ваших близких. И огромное спасибо, что также нашли для нас время. Поэтому говорю вам добрый вечер. Приветствую вас. Привет, Рома. Ты даже не представляешь, как мы рады тебя видеть. И большое тебе спасибо за такой ответ, когда я тебе написала. Можешь ли ты это написал? Если свет будет теплой, вообще тогда да. Про тепло я не писал. Я писал только про свет, потому что от этого отчасти зависит интернет. Рома, я даже не знаю, я тебе скажу откровенно. Ты единственный человек, с кем я не знаю, как начинать разговор. Вот я серьезно не знаю, потому что все остальные, они говорят про это, не находясь там. А ты находишься там и тоже про это. Поэтому я тебе, во-первых, я хочу сказать, что мы невероятно рады, что ты жив и здорова. Это самое главное. И что есть свет, и что мы можем сегодня общаться. Знаешь, вот ты, наверное, та истина, как ни странно это прозвучит, когда можно услышать все не от пропагандистов тех или других. Рома, я пытаюсь быть очень деликатной, но тем не менее. Вот, слушайте, это от тебя. Вот я смотрела твой стрим с Пианковским, который у тебя был недавно совсем. И, кроме того, стримы твои, которые были раньше. Вот нашла даже такую фразу до последнего, так сказать, и речи, и то, что говорит сегодня Путин, и то, что он делает. Но как сегодня живется, живется, не то слово. Рома, как сегодня ситуация в Украине, непосредственно я хочу услышать от тебя. Ой, ну все очень сильно по-разному. Страна у нас большая. Где-то все горит, и нет ни тепла, ни света, ничего нет. В первую очередь речь идет о Донецкой области, Луганской, где идут боевые действия. Ну и, соответственно, часть Запорожской и Херсонской области на левом берегу. А в Киеве вообще все в шоколаде. Я вот перед нашим эфиром был в грузинском ресторане. Все вкусно, как всегда. Ну, то есть, что вы хотите услышать? Потеряли ли люди здесь оптимизм? Да нет, его наоборот. Даже когда тут после обстрелов и в Киеве было два раза такой, можно называть, полный блэкаут, когда все отрубалось. Ничего, народ выходит, общается, сбрасывается на генераторы, думают о том, как жить и побеждать. Поэтому я не сторонник вот этого подхода, когда кто-то говорит, ой, как у вас там. У нас тут на войне, как на войне. Со всеми... Нюансами того, что это все сильно зависит от территории. Настроение у нас бодрое. Оружие идет. Канада, насколько мне известно, отдала нам уже все свои... И 155-мм артиллерийские снаряды и даже все свои стволы к гаупецам АМ-37. Поэтому все нормально. Рома, вот я сказала такую фразу «жить и побеждать». Ну, ты понимаешь, да, что те люди, которые смотрят на российские каналы, и Россия рассказывает, что она уже победила Украину, да? Когда люди смотрят украинские каналы, они говорят о том, что Украина еще день-два, и Украина победит эту страшную войну. Вот откуда эта уверенность у вас по поводу того, чтобы жить и побеждать? Ну, жить понятно, побеждать. Ну, во-первых, я не знаю людей, которые говорят, что мы через один день или два победим. Мне неизвестно. Даже самый большой оптимист нашей страны Алексей Арестович в сложных ситуациях говорит 2-3 недели. И то это касается каких-то локальных событий. Что касается финала этой войны, то если это закончится в следующем году, то это уже будет большим успехом. Как мне кажется. Это все очень-очень надолго. Вот, поэтому, знаете как, 9 месяцев показало нам, что война – это не выиграна Россией, но и мы не победили. Поэтому вся игра просто сейчас на столе. И поэтому как-то делать такие абсолютно однозначные оценки я бы не стал. Потому что Россия большая, длинная, там много людей. А насчет российского телевизора, ну, это даже смешно, когда они говорят, что они нас победили. Они, наоборот, сам факт того, что они об этом говорят спустя 9 месяцев, говорит о том, что что-то не так. А я как находился 9 месяцев назад в Киеве, так и сейчас нахожусь. Так что при приходе Российской Федерации такие люди, как я, их уничтожают в первую очередь. Поэтому все хорошо. Рома, я вот тебя сейчас слушаю и не перестаю тебе снова удивляться. Ты, я знаю, ты настоящий патриот Украины. Тебя, при этом ты пытаешься быть объективным. Ты говоришь, вот эта ситуация, один-два дня, это даже такой оптимизм, как Христович, оптимист, дает там сроки две недели. Но тем не менее... Российскую пропаганду, потом украинскую. И мы не знаем, где истина. Вот скажите... Ну, хорошо. Давайте, вот, может быть, ваши зрители подскажут. Но кто пропагандисты в России, мы знаем. Они все известны. А в Украине кто пропагандисты? Роман, я скажу так. Раньше называли фамилию Матвея Гонопольского. Ну, я даже не знаю, Матвей сейчас в Украине или нет. Просто не знаю, Матвей работал до полномасштабного вторжения, я всегда приходил к нему в эфир, на канале Петра Алексеевича Порошенко. Сказать, что это государственная пропаганда? Ну, поверьте, нет. У нас сейчас в условиях военного времени фактически есть так называемый национальный марафон, то есть единый информационный продукт на всю страну, который делают по часам все центральные каналы. И есть канал Freedom, который, ну, можно сказать, я не знаю, ну, хорошо, можно назвать это пропагандой, потому что он делается на русском языке. И идея такая, чтобы вот общаться с людьми за поребриком, то есть в Российской Федерации. Ну, чтобы, понимаете, там есть какие-то там, я тоже там постоянно включаюсь, потому что мне это нравится. Там есть какие-то вещи, с которыми я там могу не согласиться, но там тоже не говорят об этом. Там говорят о том, что люди, вот какой главный нарратив, как хорошо, пропаганда украинская. Он очень простой, что всех российских оккупантов, которые здесь иканали, поздно поубивают. Вот этих вот молодых и не очень молодых мужчин, у которых дети, жены там и бла-бла-бла. Кто-то, вот и все. А в чем тут пропаганда? Если бы это была пропаганда, то не надо было бы проводить мобилизацию в России. И сегодня вот буквально перед нашим эфиром Владимиру Путину не нужно было бы отвечать на вопрос, а будет ли вторая волна мобилизации? А я могу сразу россиянам сказать, конечно же, нет, не будет, потому что первая не закончена. Вот и все, мобилизация в России продолжается. Поэтому, когда кто-то говорит украинская пропаганда, ну хорошо. Вот у нас из Питеров, кто? У нас Михаил Подоляк, советник Офиса президента, и Алексей Арестович тоже в аналогичной должности, причем на общественных началах. Ну, я просто хочу спросить, а где вот эти люди что-то сказали так, что оно не является раскладом на земле? Поэтому, когда кто-то говорит, понимаете, потому что мы тут собаку на этом сели, когда говорят украинская пропаганда и российская пропаганда. Это, блин, какая же неопределенность, кто же виноват, что же там происходит, как нам это выяснить? Ну да, все немножко врут, у всех своя правда. А я вам объясню, критерий очень простой. Насколько мне известно, украинские солдаты, я в этом эфире вас говорил несколько месяцев назад, нет украинских солдат под Москвой. Разве что, может быть, в тюрьмах военнопленные. Ну, поэтому тут все очень просто. И знак равенства, даже так вот неосознанно, делать все-таки не стоит. Спасибо, спасибо, Роман. У нас просто есть телефонный звонок, и у нас вообще сегодня будет очень веселый эфир, судя по всему. Судя по сообщению. Да, в нашем чате. Я, честно говоря, к ним был абсолютно готов. Я их просто там парочку зачитаю, а потом мы вернемся к телефонному звонку и снова вернемся к этим вопросам. В основном они касаются, естественно, того, почему обстреливается Донецк, мирный снаряд от артиллерии, пишет наш зритель, в окна не залетают и хорошо живут, в отличие от Донецка. То есть у нас сегодня темой, наверное, будет перекликаться Донецк. Где вы были 8 лет? Да, естественно, у нас электричество у Романа выключилось. Ничего, ничего, я же подготовился к эфиру. У меня интернет уже от другого источника, я сейчас включу еще один фонарик. Мы эфир про видео. Супер. Я хочу ответить по 10 лет. Роман, давайте, с вашего позволения, после телефонного звонка, потому что я думаю, что про 8 лет, естественно, это будет обязательно. Это же брендовский сегодня вопрос. А где вы были 8 лет? Это уже просто тошнит уже. Я уже вижу о том, как их печатают сейчас вот наши зрители, печатают эти вопросы про 8 лет, про Донбасс и почему американцам можно, а нам нельзя. Доброе утро в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро, Денис. Доброе утро, Александр. Доброе утро, Роман. Как вы? Прежде чем вы ответите, я хочу сказать, что не очень часто приходится говорить, но вам вот лично хочу сказать слава Украине. Героям слава. Спасибо. Спасибо. А, Роман, я понимаю, что вы держитесь, и вот Александр, Денис, мы видим, что вот прямо на глазах у нас происходит, свет отключился. Понятно, где вы находитесь, понятно, что вы боюете, и Канада вас любит и поддерживает. Несмотря на то, что, возможно, вы услышите что-то противоположное, Канада вас любит, Канада вас поддерживает. Мы говорим о вам, как представители Украины. Я вам хотел задать вопрос, может быть, он вам не понравится, как помочь тем, кто попал в окопы и сейчас по колено в воде и летит к ним, и они начинают понимать, что что-то мы не туда, и что-то вроде бы, наверное, не все очень правильно мы делаем, может быть, нам нужно отсюда побыстрее. Вот что сделать, чтобы, я не знаю, сдавались в плен, возвращались назад и рассказывали родственникам, друзьям, кому что, слушайте, что-то не то. И второй... Вел, я прошу прощения, я просто уточню вопрос, вы имеете в виду российских военнослужащих сейчас? Российских военнослужащих, да, которые... Украина, я думаю, мы поставили полмиллиона зимнего комплекта, наверное, еще больше придет. Вот, и, то есть, даже сравнивать, наверное, не приходится, но это все равно война. А второй вопрос, Роман, вот имея такого соседа, даже, допустим, если Россия распадется на части, то все равно не очень желательное соседство, наверное, с вашей точки зрения, с точки зрения Украины. Что дальше? Как с этим? Вот если вы сможете. Спасибо большое. Очень-очень рад вас видеть. Спасибо, спасибо вам. Ну, смотрите, что касается российских военнослужащих, которые находятся на украинской земле и которые мобилизованы, и которые, возможно, ну, из кадровой, остатков кадровой армии, плен никто не отменял. У нас Женевская конвенция в отношении военно-пленных действует. Есть целая программа государственная в Украине, ей занимается одно из подразделений Министерства обороны, она таки называется «Хочу жить». Все эти моменты там описаны, в интернете информации очень-очень много, и факт того, что в украинском плену ничего страшного нет, достаточно просто посмотреть на людей, которые возвращаются из плена, которых отдаёт Украина, и которые, соответственно, возвращаются из Российской Федерации. Ну, они невизуально отличаются. Наши худые, со спалыми глазами, с мешками, ну, в общем, когда люди морят голодом и холодом. Вот, собственно, и весь ответ. А второй вопрос у нас, простите, был в части… Я прослушал. Саша, второй вопрос. Я что-то читаю, я тоже. Вал говорил долго, поэтому я тоже не могу выделить вопрос. Друзья, хочу. Оно сейчас к нам вернётся, я просто тоже хотел, держал это здесь в этой части головы и сосредоточился на этой программе «Хочу жить». Ну, в общем, для этой категории людей никаких особых… Ну, то есть понятно, что сдаться в плен – это тоже, ну, тут как повезёт, тут все с оружием. И люди, которые пришли в Украину, они воспринимаются нами, как люди, которые хотят лишить нас жизни со всеми вытекающими последствиями. И да, тут это не так просто. Но, опять же, есть телефоны, если человек не хочет воевать, никто его не заставит. Ну, мне кажется, так. Спасибо, Роман. Я просто хотел бы нашим больше радиослушателям обратиться. Я, конечно, понимаю, что хочется высказать свою поддержку Роману в лице Романа всему украинскому народу. Но всё-таки большая просьба вопросы чуть-чуть покороче формулировать, а то мы действительно как-то выпускаем их из вида. Роман, ну, с вашего позволения, давайте вернёмся к нашему чату, потому что, ещё раз повторюсь, я ждал этого, естественно, про восемь лет. Сами себя обстреливают все девять лет, пишут нам уже здесь. Вот. Следующим, я думаю, что уже аргументом будут начнутся оскорбления. Обычно идёт восемь лет, а потом аргументы заканчиваются и начинаются оскорбления. Там в адрес ведущих, гостей и так далее, и так далее. Поэтому вот пока вот это не началось, вот относительно восьми лет, относительно того, а, собственно говоря, почему вот вы сейчас сидите в Киеве, да, ну, ещё там могут написать в тепле там и так далее, и так далее, а вот бедные Донецка мирных жителей там утюжат. Вот главный аргумент сегодня, скажем так, вот, зэд-патриотов, я их так назову. Ну, смотрите, вот последнее сообщение, которое я читаю, сегодня несколько человек из гражданских погибли на территории Донецкой области, которые контролируются украинским правительством, где идут, собственно говоря, боевые действия. Ну, в Бахмуте это постоянно происходит. Возникает вопрос, чем эти люди лучше, чем жители Донецка? Ну, так, на секундочку, ничем. И там, и там живут граждане Украины. Это вот главный момент. Теперь насчёт Донецка. Значит, этот город, туда не поставил, там нет воды, если я не ошибаюсь, как или с апреля, или с мая. Воды нет в связи с тем, что это единое водохозяйство было, и в результате наступления российской армии они всё там раздолбали, и всё. Воды в Донецкой области не стало. Это я всё к тому, что, где мы были 8 лет, потому что до этого никаких проблем в Донецке, ну, до 22 февраля проблем не было. Ну, там были там обстрелы этой фильтровольной станции, но такого вот полнейшего коллапса в течение многих-многих месяцев такого не было. Теперь, что касается 8 лет. Я вот удивляюсь вот этим вот людям. Они просто живут в вот этом таком ореоле влияния нациста Соловьёва и нациста Путина. И, в принципе, они, наверное, молодцы, потому что вас же слушают в Канаде. То есть они русскоязычные, с большой вероятностью граждане Канады, которые пользуются всеми преимуществами демократии, запретного в России слова. И вот тут начинают что-то тут писать про 8 лет. Так вот, я вам напомню, что 8 лет после 18 марта 2014 года, когда произошла аннексия украинского Крыма, эти же люди, российские десантники с тех же воинских частей, которые воевали и под Гастомилем, и воевали и в районе Изюма, везде они воевали, они захватили часть Донецкой и Луганской области. Есть такой интересный вопрос для вот этих вот товарищей, где вы были 8 лет. Почему первые гауляйтеры оккупационных администраций приехали из Москвы? Вот почему-то никто на этот вопрос не может отдать ответ. То есть люди из команды Суркова что-то взяли и приехали. Первый гауляйтер Донбасса, у него фамилия Бородай. Теперь он депутат Государственной Думы, почему-то от партии власти Единая Россия. Вот эти фанаты 8 лет делают в своих головах монтаж. На самом-то деле они это делают абсолютно осознанно, потому что им наплевать на людей, которые живут в Донецке. И до прихода фашистской России туда это был прекрасный цветущий город Рос. А теперь это всё превратилось в то, что превратилось. Я там люблю в ваших эфирах другое слово употреблять на букву Г, но сегодня не буду. По крайней мере постараюсь. Вот, поэтому территория эта была оккупирована в 2014 году. Когда президент фашистской России Владимир Путин говорит о том, что Украина что-то там делала. Какой-то там геноцид или ещё что-то. Я просто напомню, что все эти 8 лет над Донецком висел российский флаг. Российский флаг. А Владимир Путин на всех площадках, в том числе Трюдео, американским президентом, Меркель и французским президентом, которые менялись, рассказывал о том, что нас там нет. Нас там нет, он говорил. У них гражданская война. Теперь я задаюсь вопросом, почему, если российские военнопленные были с 2014 года, 2014-2015 года, российские военные кадровые, там Тольятти, Ульяновская, там в части спецназа и ВДВ базируются. Кстати, многие умерли, да. Почему? Этим никто не интересуется. Но если там был российский флаг, а Путин говорит, что там был геноцид, то, наверное, если там российский флаг, кто проводит геноцид? Кто распилил все заводы, которые там были? Вы знаете, что там нет средства производства, а в результате наступательной операции, ну, про Мариуполь, наверное, многие слышали, я уже здесь сегодня не настолько эмоциональный пока, про руку, которую тягали от уронного тела человека, тягали собаки, ну, как-то почему-то люди, которые говорят про 8 лет, их это не интересует. Поэтому, друзья мои, 8 лет были такими, как они были. Владимир Путин оккупировал эту территорию в расчете, что оккупационная администрация будет встроена в политическое тело Украины, и лично Владимир Путин через оккупационную администрацию получит право вето на какие-либо решения в Киеве. На это Украина не согласилась, в результате чего Путин начал полномасштабную войну. И когда кто-то, это вот так вот странно, понимаете, для нас Донецк это такой же город, до этого был Херсон такой, до этого под Черниговом такое было. Вот эти вот фанаты русского фашистского мира, особенно из Канады и других западных стран, они, вот у них так, раз, у них где-то вот в голове срабатывает вот это, здесь одни люди, а здесь другие. И, а чем Волноваха отличается от Чернигово, вот кто-то мне может объяснить? Ну, кроме того, что это административный областной центр, а это немножко город поменьше. Люди точно такие же. Чем отличается Волноваха, я не знаю, от какого-нибудь городка Львовской области? Ничем. На самом-то деле это и тот, и тот украинский город. Просто одним городам повезло меньше, потому что у них конченные соседи, которые наносят ракетно-бомбовые удары. Как говорит российская пропаганда, сейчас Украина совершила теракт на военном аэродроме и покалечила несколько стратегических ракетоносцев. Это теракт. А далее добавляется, что эти самолеты использовались в мирных обстрелах инфраструктуры, в том числе энергетики. Вот сейчас, после последнего обстрела, в городе Одесса не было минимум ни тепла. Вообще, у нас зима тут, кстати. Может, не так, как в Канаде. Но, тем не менее. Значит, они в Одессе отрубили свет, воду и, соответственно, отопление. Теперь задаемся вопрос сам. Все же помнят фразу «Второе мая», «Геноцид», «Хатынь», «Вы сожгли людей». Да, вот только что написали уже. А в Одессе кто людей поджог? Россия не надо остать. Вы видите как. Вы там читаете мысли. Я уровень интеллекта этих примитивных идиотов прекрасно за 13 лет выучил. Поэтому, еще раз, вопрос в следующем. Представителям, вот тех, кто поддерживает российскую фашистскую власть, на самом-то деле, и сейчас в России об этом начали говорить прямо, они хотят здесь просто взять и всех убить. Всех. Вот всех. Мужчин, женщин, старух, дедушек. Или, не знаю, старухи и дедушки. Как, чтобы равнозначное было. Бабушек. Бабушек. Бабушек и дедушек. Ты как-то здесь ко мне. Когда бабушек и них нет. Да, вот, вот. Как-то я... Больше всего, знаете, если меня обвинят в русофобии, это нормально. А если в сексизме к бабушкам и старушкам, то это, конечно, будет не уровень в моем случае. Вот, собственно, и все. Им нужна территория. Вот, смотрите. Ну, сейчас, телевизор российский государственный. Что они там говорят? Они говорят, что украинцы должны уехать в Европу. А если они не уедут, мы вас всех убьем. Мы это все слушаем. Дети у нас у многих в Европе, у многих и здесь. И как вы думаете, что мы будем делать в такой ситуации? Будем вести переговоры с канадским правительством, чтобы они еще нам передали снарядов из Южной Кореи? И будем воевать. Вот и все. Спасибо. Спасибо, Роман. 8.42 в Анкурии, друзья. Хочу напомнить с нами на связи журналисты с Киева Роман Цымбалюк. Я, кстати говоря, опять же, вот в продолжении темы Донецка, может быть, к сожалению, ни разу там не был, но прекрасно видел чемпионат Европы, который проходил в Украине и в Польше. И вот, конечно, потрясающий Донбасс-арена. И потрясающий, один, наверное, из лучших, аэропортов в Европе, который был построен в Донецке. Вот, к сожалению, да, сегодня, наверное, об этих, об одном из этих объектов говорить вообще не приходится, потому что его больше нет, да. А вот что касается Донбасс-арены, то, наверное, тоже в ближайшее время, к сожалению, вряд ли об этом вспомним. Это вот как раз касательно того, как это было и как это стало, и к чему все пришло. А по поводу всего остального, друзья, ну, идет война, да. Потому что здесь очень, опять же, очень много пишут о том, а как вот вы сейчас допустили сносы памятников, переименование улицы и так далее, и так далее, да. То есть я просто... Давайте поговорим, наверное, на эту тему. Давайте. Давайте поговорим, а что? Ну, опять же. Ну, послушай, я вот сейчас слушаю это все, да, у меня как-то такой стопор начался, да. Я думаю, как можно говорить о памятниках и об улицах, когда гибнут люди, гибнут дети в Мариуполе в театре, гибнут старики, женщины. Александр, а в том-то все и дело, что вот этим людям, это лишний раз подсказывает и подтверждает мои слова, что вот эти вот, которые тут стонут по поводу памятников Ленина или еще что-то, они как раз хотят, чтобы памятники Ленина осталось, а людей здесь не было, чтобы привезли сюда из России вот этих вот свеженьких россиян, таких правильных, у которых нет вопросов и ни к чему, и которые знают, как правильно молиться на Путина, которые точно знают, что Россия великая держава, и поэтому она имеет право уничтожать другие страны и народы, как вот у нас уже в эфире звучала эта фраза, да, а американцам можно. Ну, во-первых, Россия не Америка, это первое. Во-вторых, вы знаете, мы можем, конечно, долго говорить о такой проактивной американской позиции, но вообще-то, если бы, допустим, США напали бы на Канаду и начали бомбить вот так вот, прям вот в вашу студию вылетел снаряд, надеюсь, что вас там не было, а потом какой-нибудь американский деятель говорил, они не хотели быть с нами одним народом, они говорят, что они канадцы, выдуманная нация, у них же язык точно такой же, язык, они говорят с каким-то странным акцентом, но мы их научим, заряжаем наши хаймарсы, не будем давать Украине хаймарсы, будем сжигать Торонто для того, чтобы доказать свое величие. Вот это происходит. Поэтому, еще раз, конечно, я все понимаю, что Соединенные Штаты отправились строить в Ирак демократию, они нашли нефть, и многие думают, что это совпадение, хотя я думаю, что нет, но никоим образом это не оправдывает, как мне кажется, российские действия, и то, что мы, как народ, как страна, дали России отпор, это уже все понимают, все прекрасно понимают, что главная задача, она не решена и не будет решена. Здесь всегда останутся, живут и будут жить украинцы, здесь действительно россиян будут всячески щемить и отстреливать их. Почему? Потому что они сюда пришли с оружием в руках, и любой, кто здесь в обозримом будущем будет говорить что-то про дружбу народов, этот человек будет всячески предан анафеме. Давайте вот такое слово используем. Чтобы ты мог увидеть комментарий, который ты не видишь, это на другой канал приходит, Цимбалюк родился, я тебе сейчас зачитываю, в Алма-Ате, вообще какой он украинец, а второе, в 2014 году ты общался с Путиным на пресс-конференции, и Путин персонально к тебе обратился. Это вы тут у нас такой, который задает постоянно всякие ненужные вопросы, это на самом деле Ром так было, или это кто-то фантазирует? Ну, слушайте, сколько этих пресс-конференций было, это настолько давно, мне, если честно, неинтересно об этом говорить, но, понимаете, тут мне иногда ставят в заслуги, что я задавал вопросы Путину. Так исторически сложилось в моей судьбе, что я действительно какое-то время был единственным украинским журналистом в Москве. И когда в шоу, которое называется шоу не с Ларикингом, а с Владимиром Путиным, конечно же, если они ведут войну с Украиной, то играй ли на тот момент в демократию, то, конечно, а кто будет задавать вопрос? Ну, задал я пару раз вопрос, и что? Хочется мне сразу спросить. И родился я не в Алма-Ате, а в Алма-Атинской области, в населенном пункте Копчегай, потому что там базировалась советская бригада специального назначения, где служил мой папа. Вот и все. Поэтому, а почему, какой же я украинец? Ну, папа у меня украинец, и мама у меня украинка. И мама у меня, кстати, тоже родилась в Казахстане, не потому что ее кто-то спрашивал, а потому что ее родители, соответственно, моя бабушка и дедушка в рамках Советского Союза занимались поднятием целины. Родилась там моя мама. И это я все к тому, что когда кто-то говорит, что, это я так, знаете, наперед, что Россия тут все построила, а мы тут, а все укры лежали на печи, то у меня есть возражения по этому поводу. Поэтому, ну, что, ну, были пресс-конференции, какая разница? Это не важно сейчас. И я вообще никогда такого значения этому не придавал. Мне даже иногда достают, когда мне говорят, он, это, это ставится как какое-то достижение. Нет тут никакого достижения. Прийти на пресс-конференцию и задать вопрос, который интересует мою страну. Я же украинец, я же не, я не казах, при всем моем уважении к Казахстану, ну, кстати, по мне, по-моему, визуально видно, что я не казах. Ну, кстати говоря, сегодня, сегодня, наверное, вообще задать вопрос господину Путину большая-большая редкость. И, кстати говоря, для тех, кто, может быть, это сделает, можно теперь ставить это в заслугу, потому что опять пошли разговоры о так называемых двойниках Путина. Всех очень удивила его поездка на Крымский мост, на открытие, его вот эта проездка на Мерседесе по нему, да, и вот вчера я просто слушал Юрию Латынину, она, наверное, часа полтора обсуждала вопрос возможно ли это двойники. Но, Роман, я, честно говоря, может быть, немножечко отойду вот от темы, скажем, войны, хотя, вернее, нет, она, естественно, будет присутствовать, но хотел бы спросить, вот мне очень интересно ваше отношение относительно ситуации вокруг телеканала Дождь, о котором сегодня все говорят, пишут. Действительно, ну, скажем, ситуация очень неоднозначная, и мы видим, как генеральный директор телеканала, ну, действительно, очень эмоционально воспринимает все через себя, это пропускает эту ситуацию, вот, как вы все-таки считаете, вот, не могли бы вы, во-первых, прокомментировать саму по себе эту ситуацию, как вот лично вы ее видите, и насколько здесь действительно есть, существует здесь вина самого телеканала, и что бы вы сделали на их месте? Я бы на их месте, когда приезжаешь к кому-то в гости, исходил из того, что ты в гостях, а не у себя дома. Насколько я понимаю, проблемы у телеканала Дождь на самом-то деле начались, когда они, находясь в Риге, в Латвии, начали высказывать свое ценное российское, московское мнение по поводу памятников, которые остались по результатам Второй мировой войны, советским памятникам, которые в большинстве своем стояли, никто их не трогал, кстати, памятники мы затрагивали, а потом, с течением времени, слово за слово, российская пропаганда, военная, она начала ставить вопрос таким образом, там, где наши памятники, это все наше, мы должны это вернуть и завоевать. То есть, вместо того, того, чтобы помнить подвиг людей, которые отдали свои жизни в той войне, Путин объявил себя победителем в Великой Отечественной войне и начал это использовать вот в таких вот целях. Давайте-ка вспомним, 2005 год, появление Георгиевской ленты, это теперь символ российского фашизма, но так было не всегда, в 2005 году это появилось, мода такая. Кто у нас в 2005 году был президентом? Сталин? Нет, уже кажется, Путин. То есть, в 1945 году без этого элемента можно положить, а вот после 2005 нет. И в Украину они напали именно с этими лентами. Если кто-то думает, либералы, идиоты, патриоты, что кто-то будет использовать вот эту вот тему для того, чтобы оказывать какое-либо политическое влияние в странах Балтии, то он ошибается. И это произошло. Насколько я вот понимаю, насколько вот я так вот посмотрел вот всё, вот это стало главным. Потому что вообще эта дискуссия насчёт хороших русских, она очень такая, очень забавная, есть ли они в принципе. Я вот так вот думаю, что половина зрителей вашей радиостанции, они на учёте в аналоге службы безопасности канадском, на всякий случай, смотрят, не звонят ли им с российского посольства с таким текстом «Бабушка приехала, придите туда-то, возьмите бомбу и принесите в Отаву под кабинет пана Трюдо». Вот, скорее всего, вот этим вот у вас занимаются. Теперь возвращаемся к телеканалу «Дождь». Я этим людям сочувствую и, как ни странно, вот это не мейнстрим в Украине. Я за то, чтобы канал продолжал работать, потому что они точно, во многих аспектах они не нацисты и занимают антивоенную позицию и, может быть, какое-то там минимальное влияние на российское общество оказывают. но они тоже должны сделать некую работу над ошибками. И вот, собственно, и всё. И, конечно, фраза о том, что мы помогаем, хотя я знаю, что они не помогают, да, она может быть неудачная фраза или ещё что-то, но откуда это берётся? Это берётся оттуда, что люди, ну, они же русские или россияне, и, да, Россия не права, но это же их страна. А тут момент какой? Рига – это не нейтральное государство, это государство антироссийской коалиции, и они вправе принимать те решения, которые они принимают. Я просто знаю, и в начале там была масса сомнений. И вещают они, кстати, на европейские деньги во многом. Ну, что ж, посмотрим, как оно будет. Ну, в целом, видите, они же делают неоднократно, неоднократно делают одну и ту же ошибку. Они путаются в картах, ошибаются в картах, а в картах ошибаться нельзя. Нельзя ошибаться в картах, если ты хочешь работать в Риге. И люди, которые в 17-м году выступали на экранах телеканала «Дождь», после чего его закрыли в Украине, приехали в наш Крым и рассказывали, что мы находимся на государственной границе Украины и России. Ну, кто-то чувствует, где подвох? Ну, это же принадлежность Крыма. Если ты уродец кремлевский, не знаешь, что это не ваша территория, то потом не надо рассказывать и отрезать от себя от головы волосы, говорить, что я протестую против цензуры. Да пошли вы по движению российского корабля. Вот и все. И вот этот амплуб российский, мне кажется, этим людям надо бросить. Вот просто, знаете, у них какое-то такое поведение, что мы какие-то особенные. Приехали, нам тут все должны. Вам никто ничего не должен. Вы представители нацистского государства. Россия это нацистская страна. Вот и все. Ну, а что? Притом, еще раз подчеркну, что канал большой, там много людей. Я же не знаю, чем они там занимались. Может быть, они там шпионажем занимались. Может быть, они тоже получали звонки из посольства и с такими же это, придите вот в такой татапарк, там надо выкопать ямку, а там уже лежит бомба. Все же может быть. Поэтому, еще раз, Россия и ее граждане стали токсичными, понимаете, токсичными. Вот, когда ты думаешь, блин, а надо с ними иметь дело или нет? А кто-то, а они еще обижаются, говорят, что вы нам обязаны. Никто Россия нам не обязан. Спасибо. Спасибо, Роман. Еще раз напомню, номер нашего телефона 604-295-9616. С нами на связи из Киева, друзья, журналист Роман Цымбалюк. Роман, я хотел спросить вас еще об одной достаточно важной вещи, на мой взгляд, о которой сегодня тоже очень достаточно много говорят, и вот в частности, например, вот эти вот ежедневные брифинги, да, между Алексеем Аристовичем и Марком Фейгином, да, это участие Белоруссии, возможно, участие Белоруссии в войне, и, собственно говоря, вот сейчас наблюдают и скопление войск на границе, и некое, да, боевое слаживание, как об этом пишут и говорят, потом смерти министра иностранных дел Белоруссии, да, которую потом начали увязывать с возможной смертью или там убийством сегодняшнего лидера Белоруссии в кавычках, я беру, конечно же, господина Лукашенко и так далее, и так далее, вот что об этом говорят в Киеве, как вот смотрят действительно на вот такой вот второй крестовый поход на Киев, да, многие его называют, что вот Беларусь присоединится к России и они вместе пойдут на Киев и обязательно его возьмут. Ну, давайте так, не присоединятся и пойдут, а в теории могут попробовать это сделать. Или так, да. Ну, все-таки вроде бы смысл тот же, но, как говорится, есть нюансы. Значит, тут есть две опции. Во-первых, за ними смотрят все спутники НАТО нон-стоп. Вот мы каждый день считаем, сколько сил, кто куда прилетел, кто куда улетел. На сегодняшний день наши специалисты говорят, что угрозы именно военного вторжения с белорусской стороны ну, практически нет. Или она минимальна. То есть, там есть количество тысяч российских солдат, которые могут пойти в сторону Киева, но они умрут на границе страшной смертью. Почему? Потому что у нас же армия там развернута в пол, ну, воинские части, там развернута с 24 февраля, или нет, с 24 февраля на некоторых участках фронта, а вот там, ну, как только отогнали россиян, там сразу начали готовить инженерные сооружения, минировать, там, колючая проволока, ловушки, ну, в общем, массово, специалисты знают, даже забор построили, камеры, дроны, ну, в общем, плюс местность там такая, там не так много надо дорог контролировать, чтобы это все, ну, в общем, специалисты говорят, что шансов у россиян на сегодняшний день нет, а вот эти вот, что там 170 тысяч зайдут, или больше тысячи, оказывается, в России число солдат, оно конечно, и они их не клонируют, вот сегодня Путин выступал из бункера, он сказал, что у него 150 тысяч мобилизованных, они у него в резерве, и он их по полигонам гоняет, ну, если он 150 тысяч, перекинет в Беларусь, ну, тогда в теории, да, какие-то движения возможны, но если у него танки для них, и там средств, что-то кроме автоматов ржавых, это большой вопрос, поэтому на сегодняшний день мы к этому соотносимся с неким скепсисом, но армия там в полной боевой готовности, и того, собственно, и все. Потому что некоторые, так называемые военные эксперты увязывают вот эти вот действительно чудовищные бомбардировки гражданской инфраструктуры украинской именно с этим, да, потому что многие указывают на так, на методы генерала Суровикина, да, который подобными, скажем так, действиями отличался и в Сирии, да, то есть он любитель такой сравнять, постараться сравнять город с землей, а потом туда зайти, да, вот как раз многие увязывают вот эти нынешние артобстрелы именно с тем, что вот готовится такое вот подобное вторжение. Венис, извините, я вас перебью, но генерал Армагеддонович, он, еще раз, у меня нет сомнений, что эти люди хотели бы здесь всех убить, это правда, но мы не Сирия, у нас, ну, я просто напомню, что российские самолеты перестали летать в воздушном пространстве Украины еще до передачи западных систем по защите неба, а почему они перестали летать, потому что их начали сбивать, а российских пилотов убивать, ну, у них то парашюты не открывались, то еще что-то, ну, вообще, когда в военный самолет взлетает ракета, она же, может повезет, а может быть нет. Этих шлемов в музее этой отечественной украинской войны против России будет, знаете, сколько, с фамилиями, там, Иванов, там, Кровища еще, там, потом со шлема будут снимать этот генетический материал, чтобы разобраться, кто же там был на самом-то деле. Поэтому нас, понимаете, нас не надо ничем пугать, ни Суровикиным, ни Соловьевым, ни Путин, тут вообще все изменилось. Вот смотрите, вот про свет, вот мы начали эфир, свет вырубило, вот вы видели, я тут включил лампу, она у меня работает теперь от аккумулятора. Если бы недели две назад, я еще не нашел способ, как сделать так, чтобы интернет не пропадал, ну, тогда бы у нас сорвался эфир. Сейчас? Да, вообще просто, ну, понимаете, это, конечно, это приносит некоторые неудобства. Если вот какая-нибудь женщина с ребенком сейчас поднималась бы в лифте, она бы застряла. Ну, в нашем доме нет, у нас модный лифт, он все равно спускается на ближайший этаж, двери автоматом открываются. Ну, в многих домах такой опции нет. Ну, вот кто-то бы сидел бы в лифте, кто-то может даже умер бы там, а вдруг там вот ситуация, у нас там люди в лифтах и роды начинались, чего тут только не было. Только вот вопрос этим адептам генерала Суровикина. Насколько это приближает российскую победу? Вот, я вам хочу сказать, что когда в Киеве был блэкаут, ну, объективно, раз и все пропало. Ни света, ни электричества, ни воды. Даже, это, эти матюгальники воздушной тревоги не работали. Вот, когда ты находишь интернет, то сразу тебе начинают списать с фронта. А на фронте вообще никаких проблем нет. Там все на Старлинках, там такая скорость интернета, то есть иногда думаешь, блин, ребята, так вы там, может, к вам надо ехать работать, репортерам. Что самое интересное, многие пропагандисты российские сегодня сами же задаются этим вопросом. А, собственно говоря, а зачем мы обстреливаем украинские области, города, когда эффекта никакого это ровным счетом не дает? на фронте как были проблемы, так и, собственно говоря, остались. А украинцы становятся только крепче. Дает, дает. Вы даже не представляете, какая тут ненависть к российскому государству и российскому народу. вы понимаете, в чем дело? Это вот, ну, мы, не знаю, надеюсь, это не матерное слово, но мы реально, я вот, я просто удивляюсь, насколько мы воюем с идиотами. Вот просто. То есть, они думали, они это обосновали, что вот если вот не будет света, мы пойдем свергать Зеленского, чтобы потом, что пришла российская армия и начала насиловать здесь женщин и убивать потом, да? Ну, как вам сказать, ну, где разум этих людей? Они, ну, они говорят, что тут, чтобы тут остановились заводы, фабрики, ну, что-то остановилось, что-то уже, вот уже генератор, я могу вам от двери открыть, у нас там сразу слышно звук свободы, генераторы работают, и вот у меня сейчас лэптоп сядет за время нашего эфира, пойду, ввезу в кафе, включу в резетку, заряжу, а скорее всего через концу эфира просто электричество вернется, потому что это стабилизационное отключение. И тем не менее, Роман, все-таки мы хотели бы пожелать и вам, и всем жителям не только Киева все-таки нормализации в самое ближайшее время жизни и понятно, что ко всему можно привыкнуть, приспособиться. Нет, я, я жила в Израиле, и когда была война в Персидском заливе, и когда ночью было сирена, он так и летели, бог знает что, я выходила утром, ночью мы одевали противогазы на физиономию, дверь была заклеена, бог знает чем, потом выходили и видели воронки, к этому привыкнуть нельзя. Это, если Рома говорит, что к этому привыкнуть можно, я ему не верю, хотя в принципе, верю к тебе. Нет, еще раз, во-первых, ну, может быть, Путин почитает, там, дойдет до главы, он же там у нас с историческими категориями все время мыслит, он дойдет до главы, Сталин и украинский вопрос, потом будет ответ, голодомор, то есть массовое умерщвление людей, так вот они не сдаются, надо попробовать каким-нибудь этим, но боюсь, что и здесь мы переживем, я не говорю, что к этому можно привыкнуть, я говорю о том, что к этому, а, можно адаптироваться, и, б, это не влияет на итог войны, вот о чем я говорю. Я поняла, Рома, послушай, я тебе хочу такой странный вопрос задать сейчас, если предположить, хотя это предположить невозможно, ну, фантазия такая у меня еще сранилась в голове, что вот Россия, там, скажешь, ни на кого не нападала, или напала не на Украину, но то, что происходит сейчас в самой этой стране, вот я смотрю сейчас в чате, да, эти, которые продолжают писать, что ты пропагандист, что ты там, отпетый негодяй, ну, и так далее, и так далее, при том, что сегодня, вчера было слушание, был суд над Ильей Яшин, которому дали 9 лет тюрьмы, была совершенно блестящая речь в суде, это происходит в их стране, Украина к этому не имеет никакого отношения, то есть это, как бы уничтожение уже своего народа, ну, так сказать, Илья Яшин, патриот своей страны, он не уехал, он продолжал, так сказать, как-то бороться с режимом, я смотрела интервью, знаешь, у Дудя, по-моему, был певец Александр Маршал, и Александр Маршал спросил, и Дудя спросил у Маршала, так сказать, вы поддерживаете режим Путина? И Маршал был крайне недоволен тем вопросом, как можно задавать такой вопрос, а вы что, не поддерживаете, спросил он, ну, Дудя, ты, наверное, видел это интервью, Дудя сказал, Дудя указали на дверь из его страны, потому что он сомневается в величии Путина. То есть, получается, что, так сказать, вот я не знаю, для тебя, Зеленский и Украина, вот для меня Трюдо и Канада это не одно и то же. Канада это Канада, а Трюдо это Трюдо. В данном случае, в вашей ситуации, может быть, Зеленский и Украина это как бы символ сегодня, потому что у вас война, но, а может быть, нет, я хочу тебя спросить, вот, то, что сегодня происходит в России, хотя тебе, наверное, трудно быть объективным, понятно почему, хотя у тебя все-таки получается, вот, история с Яшиным, которая сегодня просто громыхает по стране, эти люди, которые пишут сейчас опять великая, крутая, самая, они слепые, они глухие, это нанятые люди, которые просто за деньги пишут всю эту фигню. А основная масса, если мы говорим о российских вот этих вот товарищах, им в принципе все равно. Они начали немножечко тут задумываться, когда начала мобилизация происходить, это им не понравилось, но в целом им, ну, по боку, так вот устроена российская ментальность. Но здесь же есть, понимаете, обратный эффект этого. Сначала ты делаешь вид, что тебя это не касается, а потом не замечая, заметьте, проанализируем деятельность российского так называемого парламента. За что не голосуют? Запретить, увеличить сроки наказания, сажать за это, это запрещено, это запрещено, то есть любое действие, оно уголовно наказуемо. Вот ЛГБТ пропаганду победили, это получается, если сейчас ее запретили, то до этого, очевидно, она была не запрещена, и 22 года все это продолжалось. Ну, ладно, такой момент. Просто, к чему это все? Значит, классический идет вот на реэкспорт. В России будет установлен вот этот вот порядок, который был установлен на оккупированной части Донецкой и Луганской области, когда ни у кого из этих жителей, которые поддерживают Путина или нет, у них нет вообще никаких прав. И любого из них можно сделать все, что захочет репрессивное государство. Вот и все. А то, что они там пишут, да нам какая разница? Понимаете, вот еще раз, вот люди пишут что-то там такое, вот эти слова ничего не стоят. Вот на данном историческом этапе значение имеют только снаряды. И если бы у России была вот эта вот опция «Мы придем и здесь установим вот этот фашистский порядок», это бы уже произошло. Ну, послушайте, вот 9 месяцев, это же реально много. Посмотришь на карту, это большая Россия, такая длинная-длинная страна. И вот она ничего не может сделать. Я не знаю, возьмут они в результате Бахмут, оккупируют его разваленный Бахмут, если быть правильным. Но я не вижу, как это, а, я вижу очередное подтверждение тому, что Россия это не Соединенные Штаты. И они не умеют, они не могут, нет у них механизмов, понимаете? Вот еще раз, это вот очень интересно. Желание убить здесь всех есть, а возможности нет. И это приводит к этой злости. Они там тянутся время от времени к ядерной бомбе, называют всех русофобами, вы нас не любите, вы нацисты. Кто-то вот наверняка меня назвал нацистом. Так вот, я хочу задаться вопросом, ну а кто нацист? Тот, кто убивает людей в другой стране? Или тот, кто защищается? В связи с тем, что Россия, страна-агрессор, на нее будут повешены все военные преступления. И самое интересное, россияне же за это все еще заплатят. Вот кто-то думает, о, решили, вот у нас там тут есть одно место, четыре недели назад попали, вот у нас тут лэкаут случился, действительно, было какое-то время неудобно. А это же денег все строит, эти системы трансформаторов. Ну, кто за это заплатит? Ну, кто-то же должен за это заплатить, наверное. Я вот вам говорю, это будет заплачено российскими гражданами. Ну, они, правда, будут думать, что они победили, но тем не менее, ремонт этого всего будет осуществлен. Роб, можно я, с того позволения, я, кстати говоря, когда начала эфир и говорила тебе по поводу пропаганды, это я вытащила этот вопрос, на что ты на любой ответишь. Но сейчас, мне как-то, знаешь, вот тут один умник прислал следующее. Почему Роман вещает на языке агрессора? Если ты не представляешь, я тоже отвечу, а потом ты, ладно, я дам. Давайте, Александра, не сдерживайте себя. А почему, скажите мне, а почему Рома должен, Роман Цимбалюк, общаться на языке украинском, если Денис и я на украинском языке не говорим? Я думаю, что Роман Цимбалюк общается на русском языке, как вы называете, языке агрессора, по двум причинам. Первое, из уважения к нам, Денисом, потому что мы не говорим на украинском. А второе, потому что он интеллигентный человек и знает много языков. Еще вопросы есть, но если есть, я тебя спрашиваю, ну почему ты? Александра, если вы позволите, вас даже дополню. Вообще, эта тема интересна, потому что вот количество на фоне этих преступлений, во-первых, тут действительно очень многие люди с абсолютно проукраинскими взглядами считают русский своим родным языком. И вот количество украинского языка здесь резко выросло. И я вам признаю, что на улице я практически на русском не говорю, хотя вырос, ну да, можно сказать, в русскоязычной семье. Ну так оно как-то само случилось, вот да и все. А что касается языка-агрессора, я сторонник вот этого подхода, что Россия и русский язык, может быть, у вас есть еще право на на солнце, на небо, на воздух. Это вот есть явления, которые они вам не принадлежат. И русский язык тоже не принадлежит. И даже более того, что если вы ставите вопрос, как вот Россия центр геополитический наравне с Соединенными Штатами, допустим, где говорят немножечко на английском, и не только там говорят на английском языке, заметьте, англичане никогда не бомбили, американцы никогда не бомбили людей, базируясь на языке, что вот вы там кого-то там ущемляете. Там были другие причины. Поэтому, блин, почему ты говоришь на русском, и это меня должно ввести в какое-то заблуждение, или кто-то думает, что это оправдывает российское фашистское государство в том, что оно убивает русскоязычных людей в Донецкой области. Вот прямо вот здесь и сейчас. А мне кажется, когда уже нечего сказать, знаешь, в этой ситуации, когда идет это мессия. Все знают, слушайте, все знают, что я прав, и каждый россиянин в глубине души задается вопросом, нахера мы полезли в эту Украину? Нахера? Почему наш президент такой тупой? Что кто ему это порассказывал, что они через 4 дня будут на параде? А наших мальчиков отстреливают, как просто безумие, как этих, как скотину, просто забивают. Вы понимаете, что это за вторая армия мира, которая потеряла своих солдат в течение первых полугода кампании, нужно бы проводить мобилизацию? Но вы представляете, какой кретин Владимир Путин? Он же просто кретин. То есть вообще нету ни малейшего понимания, что здесь происходит, с кем вы соседствуете. Но это, вот в чем дело. И все это знают. И даже в российском телевизоре они постоянно задают себе эти недопропагандоны, с которыми вы меня зря сравниваете, задают вопросом, за что мы воюем? За какой-то нацизм? Так вам же говорили недавно, что это демилитаризация должна была быть. Что за демилитаризация? Где? У нас тут гусей каких-то нашпиговывают какими-то ядами. Если мы... Боевые комары. Боевые комары еще. Да и комары были, члены соноги. Кого тут только не было. Но понимаете, что это все повод, причины, вот причины, вот что-то придумывается. Я когда это слышу, я просто, мне гордость распирает за нашу страну. Но я просто знаю, что у нас мы такими не занимаемся. Нашли где-то там в Херсонской области сельскохозяйственный дрон показывают его по телевизору, говорят, что это для распыления яда химикатов просто против русскоязычных. Ну, вы понимаете, насколько это... Это вот из области, когда всякие туземцы увидели самолет, а потом делают из столом и самолеты. Вот это вот такая же причинно-следственная связь. Но ответа на вопрос, почему мы воюем, нет. Никто в России толком не может объяснить, потому что честный ответ, очень простой. Убить здесь всех и забрать территорию. А вот здесь, извините, не решается эта простая задача. Вы пришли нас убить, но кого-то вы убили, ну что? Но гибнут россияне, гибнут россияне в колоссальном количестве, эти мальчики, которые на этой мобилизации, ну это в принципе должно это остановить их лидеров? Лидеров нет. Да Путин будет воевать, понимаете, вот когда они же ввели вот этот вот тезис воевать до последнего украинца. Недавно Лукашенко даже добавил до последнего украинца и поляка, что ребята, вам украинская армия вломила так, и вы говорите, что вы воюете с НАТО. НАТОвская армия потеряла ровно ноль человек в этой войне. И если учесть, что они нам даже четвертой части не передали не по количеству, а по номенклатуре вооружений. Если наши непонятно какие беспилотники долетают до базы стратегических ракетоносцев и сжигают самолеты, то если вы вдруг столкнетесь с армией США как главной страной, то вам просто вам капсда, понимаете, товарищи россияне. То есть, если вы, я просто объясню, это не то, что я там хочу применьшить значение кого-то, но постоянно, чем дальше, тем больше всяких неприятностей на территории Российской Федерации. А представляете, если они сделают несколько залпов своими томогавками, то это что, все, забудем о такой стране Россия, очевидно. А там много чего. Ну, ладно, я все понимаю, сейчас начну говорить, у нас ситерная бомба и так далее. Но, короче, все все прекрасно понимают. И тот, кто пишет о том, что у нас есть право убивать украинцев, но это как раз говорит о том, что, заметьте, это и есть нацизм, вот в чистом виде, вот этот вот рафинированный российский нацизм. Но, что ж, мы в 45-м году надбились, и сейчас отобьемся. Абсолютно с вами согласен, Роман, 604-295-9616, я просто хочу напомнить номер нашего телефона для тех, кто к нам присоединился. С нами на связи журналисты с Киева, Роман Цымбалюк. Кстати говоря, вот говорили об обмандировках беспилотниками, украинскими беспилотниками российских аэродромов. Сегодня, кстати говоря, по-моему, было очередное, очередной налет, ну, во всяком случае, пожар тушили сегодня на аэродроме где-то под Курском, в Курской области. Причем, что самое интересное, что, по-моему, главнокомандующим ПВО российским является все тот же генерал Суровикин. Армагеддон. Генерал Армагеддон. Армагеддон. Армагеддон, да, Армагеддон. Армагеддон, да, Ну, правда, есть и другой Армагеддон. Вот, да. Сегодня, кстати говоря, журнал, мы уже упоминали несколько раз украинского лидера, сегодня Владимира Зеленского, журнал Тайм сегодня признал Владимира Зеленского человеком года, ну, и также еще и украинским духом. Вот, Роман, что вы скажете? Сегодня это очень подорвало, сразу скажу, господина Ширия, который в последнее время как-то резко переобулся, начал критиковать теперь российскую армию, особенно Генштаб, особенно министра обороны господина Шойгу, как-то вот он прям недели две, наверное, прям вот настолько он прям разрывал все в клочья, а ну, как только сегодня появилась новость о Зеленском, он прям сразу так резко начал как бы выворачивать обратно, да, уж, ну, видимо, тут что-то личное, уж не знаю там, что вот ваше отношение к Владимиру Зеленскому, насколько вы действительно считаете его Человеком Года, ну, здесь, наверное, в общем-то, действительно вопрос дурацкий, а вот украинским духом. Вы знаете, если после этой публикации это поможет увеличить дальность ракет, которые поставляются к нашим украинским Хаймарсам, то Хайбуде. Я вот этими категориями не размышляю, и к Зеленскому отношусь как к верховному главнокомандующему воюющего государства. Будут у нас выборы, они у нас обязательно будут, но я с большой вероятностью за него голосовать не буду. Мои друзья будут, или наоборот, ну, наоборот, вряд ли, но тем не менее. То есть, это не, ну, мы же тут не создаем кумеров каких-то. Президент Украины тот, который у нас есть. У нас тут тоже вот иногда бывает, знаете, мы там пытаемся, вот у нас внутренняя дискуссия такая подпольная ведется. Почему подпольная? Потому что все понимают, что ругаться во время войны между собой не имеет никакого смысла, потому что это опасно для жизни всех. Кто был бы лучше президентом или еще что-то. Я в этих участиях в дискуссиях почему не веду. Это вот из области, кто нам лучше, там, Байден или Трамп, Зеленский, там, или Порошенко. Извините, я не знаю, Туридо так давно премьер-министр, что я уже не знаю, не помню фамилии, кто у него оппонент политический. Но тем не менее, есть данность, вот, и ты выходишь из того, что есть. А вот господин, про которого вы упомянули, он просто отрабатывает за администрацией президента России и пинает Шойгу не просто так, а для того, чтобы в случае чего, потому что все же понимают, чем это пахнет, всех собак повесить на Сергея Кожугетовича, уволить его с позором и написать «Сарь больше с Кожугетовичем в тайгу не пойдет». Вот и все. Это очень легко читается, технологично, поэтому вот так вот. А все эти премии, у нас, знаете, сколько тут премий всем раздали. Мне тут недавно сказали, что я, как украинский репортер, обладатель Пулитцера, как и все остальные. А я говорю, что пока не будет моей фамилии и на конверте от Пулитцерского комитета, меня это не устраивает. Вот эти вот обобщения. Но лучше присылите снарядов. Это, кстати, очень важно то, что вы сказали о том, что вот именно ваше отношение к Зеленскому, что это никак ровным счетом не связано с... О чем сейчас шла речь, и очень точно Рома сказал. Ты сказал, у нас будут выборы, тогда там я буду голосовать так или иначе, мои друзья вот так будут голосовать, но когда идет война, об этом не говорят. Вот это совершенно точно. Потому что нужно объединиться для того, чтобы, так сказать, ну, прийти к этой победе и сейчас не время для этих разговоров. Это было совершенно точное замечание. Рома, я вот я хотела тебя спросить, вот обратив внимание, сегодня те люди, которые звонили во время твоих предыдущих эфиров, да, патриоты, так сказать, ну, диванные патриоты, мы его называем, они сегодня попритихли, они активировались в чате, а звонить тебе они побаиваются, потому что можно, так сказать, как бы, ну, получить. Это я вот по прошлых эфировам... А не поэтому, не поэтому, Александр, Люди, если мы речь, если они действительно физически наносят, находятся на территории Канады, они прекрасно знают, что вот эта фашистская деятельность, публичная поддержка фашистского государства, это может иметь последствия для них лично, потому что, когда ты в чатике написал, там, черный кот, он идет задом наперед, кто это, где ты, скорее всего, никто не будет заниматься. А если человек, ну, во-первых, когда ты уже сразу себя показываешь, это просто говорит о том, что вот эта категория, извините, ваших слушателей, они просто банальные ссыкуны, потому что им-то и хочется и великая Россия, и чтобы в Канаде был бы российский флаг, и Путин был, только вот, чтобы система работала, как в Канаде, как она работает сейчас. Вот эта иммигрантская категория, она очень-очень известна, и на Западе везде одинаковая. Единственный момент, что дети вот этих людей, которые или родились на Западе, или просто выучили языки, закончили школы, университеты, они этой фигней уже не страдают. Поэтому, вот заметьте, вот все, кто звонил вот с такими вот вопросами, а вы там русскоязычных детей едите, вы бандеровцы. Я помню, там какой-то мудила звонил, рассказывал, что я на львовском телеканале что-то рассказывали, как надо четвертовать русских. И мы тогда еще даже поспорили на два какого-то напитка какого-то алкогольного. Я был тогда в таком настроении, что решил поспорить, что вы приносите вот видео доказательства, все же в интернете. А этот дядечка потом перезвонил, когда я уже отпущился, у вас был, вы ему это напомнили, а он типа, а он съехал. То есть он съехал. Но что их объединяет? Это категория людей 55 плюс. Я не страдаю эйджизмом, я просто говорю о чем, что мы же голоса все понимаем, но они же не сами приехали в Канаду. Их дети, они работают, они встроены в канадское общество, или в немецкое, или в американское. Они не живут вот этой вот химерой, потому что они не смотрят фашистское телевидение. И с большой вероятностью, если люди знают языки, вот в принципе, не только русский, а допустим, если мы говорим про Канаду, квибекский язык, да, знают квибекский язык, и ты попробуй кому-то из этой категории начеши вот этих макарон, накрути на голову о том, что мы напали, чтобы на нас не напали. Ну, люди скажут, вы что, идиоты? И будут правы. Кстати, Роман, вот коль вы уж упомянули эйджизм, вот проблемы геронтологии, мы часто в последнее время как-то в эфирах это обсуждаем, сравнивая, ну, скажем так, российских лидеров, да, с, допустим, лидерами украинскими, да, то есть вот насколько по возрасту, да, эти люди друг от друга отличаются. И вот эти разговоры о том, что Путин не, просто не пользуется интернетом, потому что не умеет, и ему это не надо, и ему это не хочется, потому как в интервью с, у Дудя, да, тот же господин Венедиктов, да, сказал о том, что Путин, ему лично Венедиктову сказал о том, что ваш интернет – это один сплошной фиг, и дезинформация, и еще что-то, неважно. Он больше привык пользоваться папочками, да, которые подписывает, как он сказал, аж целый генерал, да, то есть каждый генерал ему кладет папочку на стол, и так далее, и так далее. Но дело не в этом, да, то есть мы видим, вот, скажем, сливки, элиту так называемого российской власти, это люди далеко за 65-70, и так далее, и так далее. Это как раз вот и проблемы, на мой взгляд, и проблемы действующих скреп, да, и вот цели и задач, которые так называемые спецоперации пытаются как-то использовать, да, не понимают, здесь я с вами абсолютно согласен, абсолютное непонимание россиян о том, что же все-таки на самом деле происходит, потому что, понятно, кивают все, но я больше чем уверен, что точно так же, что вот они сидят вечером на кухне, и говорят, нахрен мы туда полезли вообще, вот, а соответственно, это вот непонятные слова, демилитаризация, деноцификация, а теперь еще и сатанизм сюда приплели, да, ЛГБТ-сообщество, то есть все в кучу, то есть видно, что вот эти схемы, да, вот современные, скажем, пиар-технологии, да, политик, они не работают в России, потому что там люди, которые не способны принимать такие решения, потому что они просто этого не знают. Вот как вы считаете, существует ли вот эта проблема геронтологии в российской власти сегодня? Ну, очевидно, вертикаль стареет, это понятно, но вот, знаете, вот эта вот история про папочки и генерала, который их принес, но сама же жизнь показала, что российские генералы, которые наполняют эти папочки, они или кретины, или просто воры, потому что еще раз, эти люди внушили российскому президенту так называемую быструю победу, отсутствие сопротивления, цветы и так далее. Но это говорит о том, что эти люди неадекватны или положили в эту папочку то, что они, то, что маньяк в бункере хотел слышать. Может быть и так. Но вот я хочу вас спросить, вот одна из у них причин сейчас, да, вот они такие люди, такие солдаты говорят о том, что мы не хотим, чтобы у нас в России был родитель один и номер два. Вот вопрос, вопрос. Вот вы живете в Канаде, наверняка вы... Это логово, это логово. Да, так вот, ну, вопрос. Так ли, вот действительно, что вот ребеночка маленького, родился он в Канаде, да, на Квибекщине, и приходит время, когда ему пора социализироваться, насколько мне известно, в Канаде, это обязательно надо ходить в школу. И привывки надо делать обязательно. Никакой демократии. И вот папа его зовут, допустим, Рома, а маму Аня. И вот они приходят в эту школу, в них говорят, ну все, ты будешь родитель номер один, а ты будешь родитель номер два. Вот так вот. И самое главное, мы лишаем вас пола. Так? Нет, ну, конечно, это, естественно, не так. Но единственное, что я хочу сказать, что действительно в школах об этом говорят, вот, что на уроках об этом говорят, что дети об этом знают. Но, естественно, в отношении того, что есть гомосексуалисты, да? А это... Гомосексуалисты, да. Это... Давайте я так проясню ситуацию, немножко Рома. У меня есть дочь, которая выросла здесь, в Канаде, и ничего подобного мы никогда не слышали. Извините, лесбиянка не стала после школы? Знаешь, нет, не стала. Более того, у меня два замечательных внука. Вот такое вот, слышишь, удивление. Вот тут и, так сказать, все как-то сложилось в традиционную семью. Ну, интересный момент. Я расскажу тебе сейчас об этом, по поводу того, что говорят вокруг. Ой-ой-ой. Значит, я работала социальным работником в Роман 20 лет в очень известной организации. И вот однажды в коллективе, в котором состоялось 100 человек, появилась одна женщина нетрадиционной ориентации. Одна, обратим внимание, тех, кто там строго пусть работает в коллективе. И она вдруг предложила такую идею, что давайте вот к нам вот приходить люди, да, клиенты там, иммигранты, которые приезжают, там, или как неимущий класс. И вот мы будем, значит, заполнять на них эту форму, к которой они приезжают. И там писать не, если у них есть дети, не папа, мама, а вот родители один, родители два. Это я лично на этом забрали на этом витинге. Ну, как-то народ так, давайте голосовать или не голосовать. И тогда я предложила такую идею. Я сказала, подождите, Римская, не понимаю ситуацию. Давайте сделаем две стопочки этих форумов. Одна будет написана там, папа, мама, у кого есть дети, а другая, вот раз есть такая, чтобы не было дискриминации этого населения. Родитель один, родитель два. Значит, все согласились, проголосовали единогласно за мое талантливое предложение, Роман. Я тебе скажу, через две недели, а люди-то приходят, кто просит субсидированные на жилье, кто процентный суд и все получают, кстати говоря, обратим внимание в этой такой Канаде недемократичной. И стопочка, которая была мама-папа, превратилась, так сказать, в тоненькую-тоненькую, а стопочка, где родители не два, как была, вот такая, как ее положили за до 100, этих 10, 20, 50, так и осталась. Поэтому, понимаешь, поговорить на эту тему, такой, так сказать, нагнать ажиотажу, это, конечно, правильно. А теперь, а теперь, вопрос, можно ли на вот этом концепте отправить на убой 92 тысячи российских мужчин, и многие еще умрут, и здесь они многих людей убьют. То есть, я вот иногда даже думаю, когда вот это вот слышу, традиционная семья, там еще там что-то, неужели вот это основание для того, чтобы в принципе семья осталась без отца, там, потому что, ну, потому что ему голову проломило снарядом 155-го калибра из Канады, да. Ну, в общем, у меня нет слов, одни эмоции, да. У нас телефонный звонок, я так понимаю, Денис, да? Да, предлагаю послушать. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Вы мне? Да, пожалуйста, доброе утро. Саша, Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Я к Роману вопрос. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Петерпение таке. Зараз идти, у нас петицию набрали и внесенный законопроект про заворону православной церкви русского патриархата. Как думаете, будет принято это решение и, наконец, будет она закрыта или нет в Украине? Потому что это питание очень крупное, для народа богато. Я за то, чтобы их запретили. Так что, доброе. Спасибо. Я все, надеюсь, все поняли вопрос касается накрытия представительства российской православной церкви в Украине. Ну, если, понимаете, у нас же, это же вообще история, она с церковью не имеет ничего общего. Сегодня у нас вышло сообщение о том, что еще, когда были бои за Северодонецк, одного из московских попов его задержали, он корректировал удары российской артиллерии по украинским позициям в Северодонецке. То есть, к чему я это все веду? Таких историй много, с этими московскими попами. кстати, они очень часто по гражданству гражданин Украины. И это вопрос исключительно безопасности. И вот сейчас этим президент занялся решение РНБО, коллективный орган, какие там обыски проходят. Я еще раз могу сказать, что священники из то, что называется Российская Православная Церковь в Украине, они очень разные. там есть откровенные российские нацисты, которые и делают все возможное для уничтожения государства, есть священники, сыновья, которых в вооруженных силах Украины убивают россиян, которые сюда пришли. Поэтому исторически вот то, что сделал Владимир Путин, оно в любом случае придет к тому, что никакого здесь РПЦ не будет. Ну, потому что это же, я не знаю, как это, вообще то, что это фашистская церковь или руководство ее, которое подчинено Москве, здесь продолжает действовать, это большая украинская недоработка. Все эти члены Синода, или как это, вся эта верхушка, которая здесь в Украине, они напрямую подчиняются Кириллу, а Кириллу Путину. И еще раз, они принимают участие в боевых действиях на стороне врага, на стороне врага, поэтому ответ тут очевиден, тут нечего дискутировать, просто надо сказать, что хватит вот этой вот ереси на тему, что это церковь, фашистов долой. Значит, в тюрьму нормальные священнослужители, если они в Бога верят и в Богу молятся, есть у нас Православная Церковь Украины, Иван с мирянами спилкуется украинскую мову. Короче, она благословляет Украину и украинцев на что-то общее, а те делают немножечко другие вещи. Вот и все, поэтому я убежден, что вопрос закон, он будет решен именно в таком обществе. Еще раз, это не вопрос свободы веры. Вот был один из священников этих московских попов в феврале задержан за корректировку ударов по Гастомелю. Потом его отпустили, но это особенность нашей страны. Меня это удивляет, конечно, я, честно говоря, в шоке от этого. Лучше бы повесили бы за эти действия, потому что от того, что он сделал, погибли такие парни, как я, ничем не лучше и не хуже меня. Ну, так, к слову. Поэтому попов, их песенка спета здесь. Ну да, потом мы помним же вот того самого тоже знаменитого священнослужителя, который, по-моему, с гранатомета, да, там шмалял где-то посреди поля, правда, его потом тоже, наверное, там же, в общем-то, и он погиб героически, в кавычках. У нас, Роман, с вашего позволения еще один телефонный звонок. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте всем, меня зовут Олег. Роман, я сейчас буду говорить, не защищая никакую сторону, просто у меня такой вопрос к вам. Как вы считаете, вот, тем, кому повезло, в кавычках, добраться до верхушки, возможность ограбить, положить в себе на счета большие суммы, это касается и, скажем, Украины, и России, и вообще всех руководителей, которые сегодня существуют, вот это вот состояние, оно повлияло на военные действия. Как вы думаете, будет ли это уроком в будущем для обеих сторон? Спасибо. Спасибо. Ну, я даже, где-то это я уже слышал, такое впечатление, что вы Владимира Путина пересказываете, он нам тоже нам говорит, что вот украинская верхушка, она хранит свои деньги на Западе. Насколько, вот я, я точно, ну, я уже сказал, что я не избиратель Зеленского, ну, раз уже так об обле, когда речь пошла, то, по-моему, он в этих раскладах, как бы, он просто у нас, этот, нищий. Ну, что у него, там какая-то дачка или какой-то домик в Италии, в Крыму несколько квартир было, в Киеве какая-то недвижимость, ну, ну, да, долларовый миллионер, ну, 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 вообще ничего, поэтому, я вижу в вашем вопросе некую, как бы, манипуляцию, что ли, то есть, подождите, ну, хорошо, вот есть у нас, ну, давайте, у нас перед предыдущим президентом, он был богат, и все об этом знали, называли Петра Порошенко олигархом, некоторые считали, что он просто богатый человек, не важно, ну, там масса разных рейтингов, что какое-то количество миллионов долларов у него было, ну, хорошо, вот у нас Порошенко богатый президент предыдущий, я единственное не могу понять, вот, а как вы связали это с войной, вот, ну, вот где вот это вот, в чем вина Петра Алексеевича в войне, вот в чем она, вот если бы, еще раз, это же, она же правило универсальное для всех ситуаций, если бы мы напали бы на Россию, ну, я бы сказал тогда, Петра Алексеевич продал слишком много конфет, почувствовал, что поймал бога за бороду, и нужно эти конфеты трансформировать в оккупацию других стран, но это же история про Владимира Путина и российскую нефть и газ, поэтому, ну, я не знаю, у нас тут, слушайте, Украина, открою вам большой секрет, это тут многие думают, что здесь все голодают, что тут все бедно, еще там что-то, тут до войны, мы даже когда-то с вами говорили, средние зарплаты в Украине и в России были идентичны, так, на секундочку, тут очень много обеспеченных людей, вот, я живу в доме, например, не только в моей семье два автомобиля, не самых дешевых, этим ты никого не удивишь, я просто не могу понять, там, как это, а где вот, ну, у нас, знаете, у нас тут такой в Киеве, до войны был строительный бум, и, кстати, сейчас тоже строительство многих, многие уже восстановились, уже строят, и я всегда задаюсь вопросом, а что вот это вот, все вот это, что здесь происходит, это вот вращение бабла, это что, все коррупционеры тут или что? Нет, тут масса народа вкалывает и зарабатывает, и, в общем, я вопроса не понял, если честно, но мне кажется, вы пересказываете Владимира Путина, он об этом частенько говорит. Роман, вчера у нас в гостях был, извините, что перебила, журналист, которого ты наверняка знаешь, есть такой Глеб Пьяных, это программа «Максимум», когда-то Глеб появил, очень динамичный журналист такой, сейчас живет в Турции, в Стамбуле, он свинтил из России по понятным причинам, оттуда уехали очень многие артисты, журналисты. Извините, я не знаю, он уехал до мобилизации или после? Денис, уточни, до мобилизации, не, хотя в России сейчас, по-моему, всех подряд мобилизует, ему 50 с чем-то лет, но нет, он уехал до мобилизации, соответственно, вот именно в части того, что он с самого начала, естественно, не принял, да, ту позицию. респект, ну, да, и что же он сказал? Да, Глеб уехал действительно давно, он живет в Турции, и, когда вчера у него спросили, будущее вообще, какое вот России, Украины, и вообще, есть ли будущее, есть ли как у этих стран, и он говорил об Украине, как независимом, развитом, интересном государстве, куда будут приезжать люди, и куда будут стремиться попасть все, чтобы посмотреть на, ну, так сказать, что-то уникальное, что, так сказать, возникло после этой трагедии, которая происходит сейчас. Видится тебе такое Украина по окончании этой войны, и каким ты видишь это окончание, и когда, я понимаю, ты не гадалка, но тем не менее, Роман. Ну, на самом-то деле, я совсем согласен, пока не ясно только одно, где будет проходить новая Украина, на российской границе. Вот здесь масса моментов, вот у нас там, у нас тут даже некоторые обиделись на Блинкина, который вчера, или позавчера сказал, что мы будем поддерживать, чтобы Украина вышла на линию 24 февраля, и тут масса патриотов, которые сидят в Киеве, они под Бахмутом сказали, нет-нет, нам только, пока Крым не вернем, война не закончится. Но, сами они, еще раз, очень многие из них не на войне. Это я веду к тому, что тут масса неизвестных, и да, россияне не сдадутся просто так. И, вот, то есть, я, я знаю, что у меня сейчас там в Украине, видите, алло, алло, за мой реализм иногда так критикуют, что, ну, то есть, не все так просто, для государства, которое, сильно зависит от канадских боеприпасов. Вот, и, где закончится война, граница новая, это вопрос. Я скажу, что программа наша, минимум и максимум, это все-таки, линии государственных границ, которые признаны международным сообществом, но, независимо от этого, что произойдет? Значит, Украина, там, где будет украинский флаг, будут сюда инвестированы, просто какие-то миллиарды, миллиарды долларов, западным сообществом, для того, чтобы, ну, и поддержать, и эта история успеха, и, во-первых, тут будут же, понимаете, как международные органы работать, в такого, такого плана, который будет следить, и за прозрачностью денег, и там будут думать, что строить, куда вкладывать. В общем, я к тому, что эти миллиарды, этот план маршала, его не будет, что там в украинском управительстве перевели, хулиард, а потом, а демон, будут какие-то, как это, непонятки в этом отношении, то есть, тут, вот, в результате этой войны, международных институтов западных, здесь, финансовых, в первую очередь, станет очень и очень много, и вот у нас уже, сколько наше глубинное украинское государство не сопротивлялось этому, но, на самом-то деле, у нас сейчас, произошло следующее, у нас по чуть-чуть, сейчас у нас война под Бахмутом, битва за Бахмут, и организация, как же этот орган в рамках судебной реформы, по-моему, Рада, Рада, ну, я кассирада, которая выбирает суды, то есть, антикоррупционные органы создаются, судебная реформа сейчас проходит, тут, знаете, опять же, никто об этом не говорит, но очень многие думают, так вы падлы, наше украинское глубинное государство, которое тормозит все это, и это не зависит от президента, фамилии, и так было и предыдущим, и при предыдущем тоже, вот все они упираются, но это все будет сделано, и в связи с тем, что это, на самом-то деле, Богом поцелованная земля, здесь, конечно же, будет бум, я вам хочу сказать, что до войны, опять же, извините, я так часто эту фразу проговорю, ну, я почему ее повторяю, потому что это очень быстро вернется, закончатся боевые действия, запустят самолеты, и все будет, вот в этой части, все будет точно так же, Киев стал такой некой, ну, что ли, туристической меткой, когда ты можешь, там, прилететь из Берлина на выходные, но же не виснет, ничего, свободно, все дешево, интересно, масса народа, ну, говорит на английском языке, неплохо, особенно среди тех, кто помладше, и все это создает, вот именно вот это, вот это то, что когда люди перемешиваются, кто-то сюда приезжает, там, я не знаю, извините за прямоту, с целью секс-туризма, потом женится, потом открывает тут бизнес, потом выясняется, что у него папа банкир, они открывают здесь филиал какой-то, чего-то, и так вот, ну, так жизнь устроена, и, ну, в Европейском Союзе во многом оно так и происходит, когда, когда все перемешано, ты не можешь вот очень четко разделить, где вот юрисдикция чего-то, ну, там, может быть, я немножко утрирую, но вы в сути моих слов понимаете, и тут все будет хорошо, то есть, да, в ближайшие годы Украина будет датироваться западными странами, но в конечном счете от этого выиграют все и западные страны, и Украина, потому что, скажем так, пространство, страшное слово, пространство демократии станет больше, и у нас же тут соревнование идет такое, да, вот что лучше, избирательная система или царь, и вот когда вот это вот пространство, где будут западные принципы жизни, разве, принесены в полном объеме, возникнет эффект цены энергии, потому что здесь же у нас все есть, и металл, и зерно, и люди, некоторые там рассказывают, что у нас какие-то там потенциалы в авиастроительной отрасли большие, но я в это не верю, потому что мне надо, чтобы оно гудело, и летело, но это тоже такие, частности, как говорится, но в целом я абсолютно согласен, а как по-другому, если бы, послушайте, если бы была бы опция, чтобы было не так, то Киев бы захватили, и здесь бы уже наводили бы медведей, и вешали бы на столбах граждан Украины, которые говорят, мы хочем ожидаемо заложнить державе, украинская мова наша ридна, аху бандеров, садите сюда, мы у вас всех будем сейчас, ну и дальше то, что я сказал. У нас, у нас есть меня? Нет, наверное, так, давайте еще раз, я не услышал, мне надо перезагрузиться? И вам, Роман, конечно, я попробую, сейчас, секундочку. А, если возможно, да, вот сейчас, Роман у нас перезагрузится. Я хочу напомнить, что у нас Роман Цимбалюк сейчас на связи, выпускает всего несколько минут, я хочу только спеть сказать, завтра будет доктор Дмитрий Щелик из Москвы в пятницу Артемий Троицкий, известный музыкальный критик, наверное, уже журналист, наверное, сегодня Артемия тоже можно назвать политологом. Опять про это, но ждем подключения Романа Цимбалюка, я не знаю, Денис, есть ли звонки или нет. Так, но звонков пока нет, Роман снова с нами, спасибо большое, времени у нас не так много остается, и я вот буквально, наверное, уже в конце, чтобы успеть, я не думаю, что может быть у нас еще, конечно, будет эфир до конца года, но все-таки, наверное, не знаю, насколько у нас это получится или нет, я хотел бы поздравить лично Романа с наступающими новогодними праздниками, ну, так принято, соответственно, естественно, пожелание без этого никак не обойтись, потому что я хочу этого искренне, от всего сердца, Роману и его близким, во-первых, соответственно, победы, да, в новом году, полной дооккупации, соответственно, украинской земли, сюда же добавлю, плюс, все-таки хотелось бы дооккупацию и российской земли, да, вот той власти, которая сегодня ее захватила, и я думаю, очень хочу надеяться на то, что Украина в конечном счете поможет, да, это все-таки сделать, естественно, мирного неба над головой всем украинцам, с ее, да, вот многие спрашивают, а как идентифицировать украинский народ, вот украинскому народу нужна некая идентификация, да, вот она, пожалуйста, это мужество и героизм, которые сегодня проявляют украинский народ, действительно, сплотившись вокруг вот этой вот беды, которая пришла на их землю совершенно неожиданно, и вот вам, пожалуйста, идентичность украинского народа, это мужество и героизм, Роман, мужество и героизм вам и вашему народу украинскому, и еще раз, хочется надеяться, что в следующий год, новый год, канун нового года, вы будете встречать уже не в той обстановке, когда могут там выключить свет, электричество, я понимаю, украинцы это преодолеют и пройдут, а может быть, даже кто-то решает, и надо пройти, хотя, наверное, лучше не надо этого, проходить, ощущать, что желаю, кстати говоря, народу российскому, потому как, в общем-то, смеется, как говорят в таких случаях, тот, кто смеется последним. С наступающим вас Рождеством, Новым годом, или вернее так, Новым годом и Рождеством, уважаемый Роман, и очень надеюсь, что в следующем году мы будем уже говорить на более, более мирные темы. Ну, а те, кто говорят, что надо это пройти, пусть проходят это сами, если они такие умные. А что касается поздравлений с праздниками Рома, ну, если Денис тебя поздравил только что с наступающим Рождеством и Новым годом, то я позволю все эти поздравить еще и с Ханукой, которая начинается гораздо раньше, чем Новый год и Рождество, уже 17-18 числа, а я знаю, что в Киеве, в Украине живет много, так сказать, иудеев, которые празднуют этот праздник, и мне кажется, Украина тоже отмечает сегодня Ханукой, или я ошибаюсь? Ну, кто-то отвечает, кто-то нет, но я могу сказать одно, что израильский народ оказывает колоссальную помощь, вот я просто знаю массу еврейских организаций, Европы, которые это делают из последнего конференция европейских, если не ошибаюсь, она называется конференция европейских Раббойнив, они перечислили, перелезли сюда 120 генераторов, а вот я вам про еврейский народ скажу такое, вот мне отправили посылку из Израиля Игорь Линнер, он отправил свою зимнюю форму, когда он служил в израильской армии, с единственной просьбой, передая этот зимний костюм человеку, который на фронте, которого он согреет, поэтому у нас это вот один из таких элементов, что люди разных вероисповеданий или течения этих хрисповеданий на добро и зло смотрят одинаково. Африона. Рома, послушай, я хотела закончить на позитивной ноте, но не, осталось три минуты, но теперь я уже не могу тебе не задать этот вопрос. Я была в Израиле, только вернулась 29 ноября, действительно, 95 процентов, наверное, или 99 русскоязычного населения поддерживают Украину, но у меня к тебе вопрос разочарования израильтян и евреев по поводу голосования, о котором ты, конечно, знаешь, это голосование в ООН, когда Украина проголосовала, Россия тоже, но Украина проголосовала против Израиля, да, я имею в виду, ну ты знаешь, о чем я сейчас говорю, и... Ну это связано якобы с распространением ядерного оружия, у нас, если честно, мы вот тут немножко вот сами вот в этом, я как бы понимаю логику МИДа, что вот мол, мы как страна, которая отказалась от ядерного оружия, мы за это, за все эти идеи нераспространения и бла-бла-бла, но просто, знаете, как это, если ты сам наступил на грабли и отдал свои бомбы, а теперь ты от них страдаешь, ну может быть, не от ядреных, но от других, то, ну в общем, понимаете, вот что получается, что на официальном уровне Украина как-то эту историю, ну так вот просто замяла, а народ здесь ну немножечко не понимает, как ты можешь голосовать на стороне России, потому что тебе помощь нужна здесь и сейчас, и вот по-моему, между евреями и украинцами вот оно как-то вот разрулилось, ну не знаю, мне так кажется. Я тебе скажу откровенно, что среди еврейского, так сказать, русскоязычного населения и в Канаде, и в Израиле было очень много толков и обид, поскольку как бы Украина обращается к Израилю, да, за помощью сейчас, и это понятно, и вдруг два голосования подряд, одно как раз касательно одержанного оружия, второе о том, что Израиль захватывает палестинские земли, и опять же голосование, я слышала мнение Арестовича, который говорил, это недоразумение, это непонятно, это, ну, в общем, как бы, будут даже те люди, которых я знаю здесь в Канаде, русскоязычные евреи, которые очень поддерживали Украину и продолжают это делать, на тот момент, когда это голосование прошло, я буду с тобой откровенно, сказали, мы этого не понимаем, мы это не принимаем, вот так мы, и все ждали, что Зеленский, или кто-то из лидеров, ну, Зеленский в первую очередь, как-то это объяснит, да, но этого не случилось, как ты думаешь, почему? Ну, вот я, как раз то, что вот я сказал, они эту тему решили просто, как-то, вот, ну, не акцентировать на этом внимание, ну, насколько я понимаю, опять же, вот, что касается территорий, мы, вот, у нас такая позиция, что мы, как страна с оккупированной территорией, мы, вот, четко там голосуем, или, или делаем вид, что четко голосуем, ну, допустим, что я имею в виду, вот, мы, как член западного общества, член западного блока, известно, что страны НАТО, и ЕС, и Запад в целом, признают такое государство, как Косова, а Украина, например, не признает, ну, вот, как мы делаем в таких ситуациях, вот, ну, так делают все страны, они или из зала выходят, или нажимают на кнопку воздержаться, или еще что-то, то есть, там есть масса дипломатических штучек, почему, ну, вот, именно вот в этой части территории, вот такая позиция, ну, я вот, ну, насколько я так понимаю, это вот именно вот, что вот мы там, за все хорошее, против все плохое, как написано там, на картах ООН, ну, мне кажется, жизнь сложнее, я думаю, что в части Израиля нужно искать такие, такие, такие опции, чтобы вот этих вот двузначностей не было, а если очень просто, то можно, в принципе, просто не голосовать, приходит тебе телеграмма из Киева, ребята, идите пейте кофе, чтобы не было этих глупостей, потому что, еще раз, вот, я вернусь к этим генераторам, про которые я сказал, и там же действительно вот был момент, генераторы купили за деньги еврейской общины, и был такой момент после этого голосования, что, а как же так, ну, а как, но потом, как выяснилось, люди все равно купили этот груз и привезли сюда, то есть, ну, наверное, какой-то обиды на украинский народ нет, ну, короче, я вот еще раз просто свою мысль повторю, что в дипломатии есть 100-101 способ сделать таким образом, чтобы свою позицию высказывать, как же это правильно сформулировать, чтобы, ну, условно гнуть свою линию, но страны, которые тебе ценны, потому что там люди, которые думают, как ты, чтобы не было таких вот ситуаций. Наверное, у вас статья большая, все-таки хэппи ханукам и реклисмэш, хэппи не я, всего самого доброго мира вам над головой. Пока. Спасибо. Продолжение следует...